Так, ну что, давайте сделаем обзор на американскую сессию. Вчера у нас были новости, поэтому расклад немножечко поменялся. Вот, и это очень хорошо, хоть какие-то движники на рынке, а не пила сплошная. Вот, поэтому мы сейчас все разберем, посмотрим. Значит, что у нас по еврику? По еврику вот цена вышла из вот этой зоны, где мы накапливали объем нового контракта. Мы отсюда выстрелили, пока у нас в силе бай-приоритет. Конечно, у нас есть вот здесь вот локальное сопротивление, к которому мы подошли. Как бы вот оно у нас, да, стоит на пути, скажем так, продолжения роста. Но в целом сейчас покажу уровни, которые у нас... Сейчас в моменте, как бы, самые такие сильные. Во-первых, смотрите, по еврику сейчас вот такой баланс на M1. Вот здесь была точка входа классная. Это вот по паттернам, которые вот я даю на скальпинге. Вот, и у меня в открытом модуле я даю еще бонусный паттерн. Бонусный паттерн – это вот как раз вот здесь вот вход, стоп сюда. И жду захода вот к этой нижней границе баланса тоже вот обратите внимание. Значит, что у нас сейчас по еврику? По еврику сейчас однозначный бай-приоритет. Продолжение бай-приоритета. Повторюсь, есть моменты по сопротивлению. Нам надо пробить уровень 1.1354. Да, приветик. Так, сейчас. Нам надо пробить уровень 1.1355, вот эту вот зону сопротивления, чтобы у нас продолжился рост. Пока, конечно, вот нас в этой зоне встретили, пока сейчас откат. Смотрите, бай-приоритет у нас будет сохраняться, пока мы выше уровня 1.1310. Вот пока мы выше 1.1310, у нас бай-приоритет. И как бы вот здесь цена не корректировалась, да, вот там как угодно, у нас сохраняется бай-приоритет. Как только мы уйдем ниже вот этих объемчиков и ниже вот этого уровня 1.1310, вот у нас бай-приоритет отменится. Вот до тех же пор у нас покупки по еврику. Поэтому с каждой коррекцией можно покупать, стоп вот ставить в районе 1.1310, там 1.1305, вот в этой зоне. Значит, возможно, вот сейчас цена подкорректируется, но пока у меня бай-приоритет. Я жду теста уровня 1.1355, возможно, ухода выше. Может быть сегодня, может быть завтра. Вот это то, что вот прям в текущем моменте, вот как работает текущий импульс, да, потому что хорошее движение, вот, пошло. И на самом деле вот классная картинка вырисовывается, прям хороший трендовый рост. Вот надо обязательно с каждой коррекцией пробовать присоединяться. Отмена 1.1310, сопротивление 1.1355. Если мы его обновим, вот этот уровень, закрепимся выше, то пойдем еще дальше. Так, давайте смотреть фунт. Фунт сегодня тоже улетел очень классно. Смотрите, тоже вот эта зона. Вчера в обзоре я говорила, что вот здесь вот пока в балансе тоже вот накапливали здесь объем. Здесь объем вчерашний, позавчерашний, прошлой недели, вот этого текущего контракта нового, мартовского. И отсюда произошел вот из этой, в общем-то, автозаправки, как я называю, произошел вот этот выстрел с очень красивым тут ретестом. Ну, он глубокий был, но тем не менее, все очень классно, хорошо. Сейчас пока идут объемы. Вот здесь вот встречают объемами. Очень много фильтров вышло по фьючерсу. Вот, но тем не менее, тоже движение хорошее, классное. Думаю, что мы закрепимся. Вот и еврик продолжает здесь рост. И, в общем-то, фунт. Смотрите, что по фунту. Значит, какие тоже уровни. Нельзя уходить ниже 1.3300, 1.3290. Ниже уходить нельзя. Если цена уйдет ниже, вероятность, конечно, не очень высокая, но тем не менее она есть. Если уйдем ниже, это на самом деле вот очень плохо для покупателей. Ниже вот этой зоны нельзя уходить. Ниже 1.3290. Вот, что у нас здесь еще? Здесь вот тоже есть, смотрите, вот этот уровень, он зеркальный. Вот здесь вот его тестировали, да. Вот здесь тоже пробивали, тут пробили, потом тестировали снизу уже. Сейчас мы к нему подходим. Вероятно, не с первого раза, возможно, со второго его все-таки пробьют. Вот сейчас мы к нему подошли, пытаемся здесь вот закрепиться. Там идут объемы. И поэтому сейчас вот прям надо смотреть на реакцию. В принципе, в принципе, хороший импульс тоже вот по-хорошему бы ниже 1.3330, чтобы цена не уходила. Вот здесь на М1 вот такой классный балансик. Надеюсь, что его сломают вверх, и цена пойдет выше. В целом, если смотреть H4, вот волновой анализ, то по волновому анализу у нас потенциал в районе 1.36. 1.36, поэтому потенциал по росту – это вот уровень 1.36. Вот туда растем. Вот, поэтому вот такие вот цели по фунту в текущем моменте, да, если у нас коррекции какие-то, вот, то надо присоединяться, если корректируются. И пока выше вот 1.3290. Как только цена уходит ниже 1.3290, просто отмена покупок. Бай-приоритет у нас отменится, и уже там надо будет думать снова о продажах. Но пока, пока все смотрится хорошо. Мне очень нравится здесь, конечно, вот три хая вот таких. Ну, в общем-то, пока не сильно страшно, пока не критично. Это М1, М5. Вот, обязательно 1.3290 должны удержать эту зону. Вот, если корректируемся, то покупайте стоп ниже 1.3290. А цели, давайте еще посмотрим тоже. Понятно, что 1.36 это максимальное, но это, не знаю, даже на следующей неделе дадут или нет. Но, в принципе, вот 1.35, 1.3450, 1.35 и следующее вот 1.36. Вот такие вот цели, в общем-то, по росту. Поэтому фунт однозначно бай-приоритет покупки. Смотрите, как теперь вот самая такая тоже точка. Либо мы корректируемся вниз, потом вот так вот возвращаемся вот сюда. И вот здесь вот снова покупаем. Вот, стоп ставим под последний лоу. Либо что еще можно дождаться? Можно дождаться, что вот этот баланс сломается вверх, его начнут ломать вверх, верхнюю границу этого балансика. И присоединиться там на сломе верхней границы. Это будет самый сильный вход. Стоп ставим либо за последний лоу, либо на середину баланса. Ну, максимально консервативно под нижнюю границу баланса поставить. Вот, то есть по фунту вот такое видение. Тоже четкие входы в моменте. Прям надо смотреть и присоединяться. И все по паттернам, да. То есть вот у нас наш бонусный паттерн, который вот в открытом доступе, который я объясняю. Вот точка 3, точка 4, вот точка 5. Сейчас вот посмотрим, там продолжится движение. Вот, но четкий баланс, который мы теперь должны ждать, куда он расторгуется, да. Либо бай импульс остановится, и мы обвалимся. Вот, значит, либо какие-то коррекции произойдут, и потом все-таки продолжится рост. То есть, ну вот у меня основной сценарий – это рост. Рост и среднесрочно цели 1.36.00. Вот, повторюсь еще раз. Так, давайте золото. По золоту тоже интересная картинка. Золото очень обманчиво ушло вниз, да. Я вот пробовала вот здесь покупки. В прошлом обзоре я рассказывала. Получилось топорей. Значит, обвалились. И опять нарисовали здесь кучу ложных, вот этих выносов. Конечно, пилят уровни страшно. Ну и сейчас опять все за то, чтобы, в общем-то, расти. Поэтому по золоту бай-приоритет. Вот здесь, конечно, вот эта зона сопротивления, она есть, она достаточно сильная. Вот с первой попытки, да, не удалось зайти в нее, закрепиться. Но думаю, что тоже подкорректируемся. И, в общем-то, пока на рост. Вот, давайте смотреть. Младший таймфрейм. Что еще здесь? Что опять мы встали на максимальный объем контракта, на максимальный объем прошлой недели. Все объемы внизу. Мы на них стоим. И, в общем-то, бай-приоритет однозначно в силе. Вот, присматривайтесь к фунту. Так, давайте золото смотреть. Что у нас сейчас в моменте по золоту. Конечно, М1 мне здесь не очень нравится, да, потому что нарисовались вот такие вот два хая, достаточно сильные. И вот этот балансик пытаются ломать вниз, поэтому М1 мне не очень нравится. Но я вот скажу вам то, что я жду в моменте. Да, если у нас сейчас начнут повышаться лоу, начнут повышаться хаи снова, да, то есть появится сила покупателя, вот вполне возможно, вот что в моменте как раз она появляется, и мы уйдем выше 1790, вот можем прям в ближайшее время уйти. Нам, конечно, надо пробить вот эти вот уровни сопротивления. Это 1793. Если пробиваем 1793, то можем улететь куда-нибудь в 1810. Вот, 1810 и, в общем-то, выше. Среднесрочно нормально смотрится картинка для этого. Вот здесь вот хороший уровень поддержки, который хорошо золото вот сдержал. Есть реакция, есть красивый баланс. В общем-то, если уходим выше 1793, это будет классный сигнал на покупку среднесрочную, вот buy-priоритет. Поэтому по золоту тоже сейчас buy-priоритет достаточно сильный. Вот, но вот эта зона 1790-1793, она широкая, и это такая сильная зона сопротивления. Ее нам надо преодолеть. Если мы ее преодолеваем, то у нас там уже как бы цели классные. 1815 и, в общем-то, там 1830. В общем, идти наверх можно. Но, повторюсь еще раз, зона 1790-1793, зона такая сильного сопротивления. Ее надо преодолеть, уйти повыше, закрепиться, и вот вообще тогда будет у нас все классно. Значит, где по М1 присоединиться вам? Я бы, честно говоря, не присоединялась с каких-то здесь коррекцией. Все-таки я бы ждала более консервативный вход. То есть появилась инициатива, ломаем 1790, пробуем присоединяться выше 1790, стоп под последний лоу. Понимаем, что нас могут цеплять и высаживать, да, и мы готовы перезаходить, поэтому делаем это очень аккуратненько, вот, с рисками очень осторожно. Ну, в общем-то, вот, бай-приоритет при уходе выше 1790. Продажи с текущего уровня не буду говорить, возможно, цена развернется, но у меня все-таки вот покупки выше 1790. Вот такие вот цели. Продавать сейчас, возможно, скорректируемся еще, можно как бы рассмотреть здесь продажи. Но, честно говоря, не хочу дергаться, то есть вот озвучиваю вам, что жду уход наверх. Вот так вот. Если уйдем вниз, уйдем, там уже будем смотреть по ситуации. Но я думаю, что этот уход вниз, он будет больше коррекционный для того, чтобы добрать каких-то объемов, добрать покупателя и сделать какой-то хороший выстрел наверх. Вот. Куда-нибудь на 1810. Это вот, что у нас по золоту. В общем, по золоту за покупки. А что у нас по биткоину? По биткоину я здесь обновила. Так, максимальный объем контракта тоже внизу. Так, сейчас. смотрите по биткоину. Вот тот диапазон, в котором мы сейчас находимся, здесь у нас тоже происходит набор объема. Возможно, мы еще здесь постоим и, возможно, там ближе к Новому году там, да, будет какой-то выстрел наверх. Пока вот можно сказать, что мы находимся на вот этой автозаправке, которую я всегда говорю. и здесь происходит такой хороший объем, хороший набор объема. Вот так. Поэтому пока вот в этом диапазоне работаем где-то 46-49, пока вот в нем цена находится, если начнут ломать уровень 50, вот выше 50, можно будет рассмотреть покупки. Но пока вот здесь, в этом диапазоне набираем объем. Из него будем выстреливать. Либо наверх можем еще и вниз выстрелить. Все возможно, да, это рынок, тем более крипта. Но все-таки, конечно, приоритет на бай, да, наверх. Поэтому отслеживаем вот уровень 50, смотрим внимательно, и ориентируемся на него. Так вот среднесрочно, ну, как бы в ожидании. Сейчас мы находимся в балансе, пока нету как бы более сильной стороны либо покупателя, либо продавца. Вот в этом диапазоне набирается объем, и потом уже как бы кто-то побеждает, и цена идет либо наверх, либо вниз, а мы присоединяемся по факту, по факту выхода из этого диапазона. То есть логика вот такая. Так, давайте посмотрим нефть. По нефти тоже классная картинка. Вчера вот я это озвучивала. Смотрите. Значит, по нефти у нас была, был вот такой вот рост. Затем у нас цена вот в такой вот красивый баланс встала. Попытались этот баланс сломать вниз, но не смогли. Я вот уже чувствовала, что сломать не можем. Вот. И, в общем-то, цена вернулась внутрь этого диапазона вот на максимальный объем контракта. Вот. Что сейчас? Что в моменте? Я все-таки жду, что тоже нефть будут ломать наверх, но пока тоже ориентируемся на то, что цена находится у нас внутри вот этого диапазона. Да, внутри диапазона цена может ходить как угодно. Может вот так, может вот так вот. Как хочешь, так и будет ходить. И единственное верное решение это тоже ждать слом одной из границ баланса. Либо мы уходим. Либо мы уходим наверх и ломаем, да, либо все-таки цена сломается вниз. Поэтому мы с вами тоже будем присоединяться по факту. Вот она нижняя граница баланса, это 70.50. И вот она верхняя граница баланса, это 73.40, где-то 73.40. Это нефть CLWTI на Форексе. Вот, где-то в моменте я бы, наверное, все-таки не лезла, потому что здесь, вот повторюсь, реально внутри диапазона цена может ходить как угодно. И вот так вот, и вот так вот. Как хочешь, так и может ходить. Поэтому, если ломаем наверх, то присоединяемся на бай. Вот, такие ключевые уровни. Если ломаем снова нижнюю границу и пытаемся закрепиться, то продаем. Внутри баланса не лезем. Не лезем. Так. Ну и сейчас вот я вам саму... А, во-первых, вот здесь, смотрите, очень интересно, на М5, на М15 вот такой классный диапазон формируется на уровне максимального объема контракта. И смотрите, его пропилили наверх, наверх и вниз. Да, но сейчас цена опять возвращается. поэтому, если вот так вот брать, если брать вот текущий уровень, то можно вот здесь вот купить, цель поставить там 71,90, стоп куда-нибудь вот 71,30 поставить. Да, в общем-то, можно соотношение один к двум взять. Такая неплохая идея, не самая супер какая-то сильная, но вот в моменте, внутри дня, один к двум можно будет, в принципе, по нефти забрать. Стоп небольшой, порядка там меньше 20 пунктов, да, потенциал там даже один к трём, один к четырём можно взять. Поэтому вот присмотритесь по нефти вот сюда. Если кто-то будет смотреть в записи, ну, посмотрите, отработали или нет. Так, и ещё самая интересная, самая сильная идея, на которую у меня такая основная ставка уже долгое время, сценарий, конечно, очень затянутый, это доллар-иена. Здесь у меня график фьючерса иена-доллар. Вот, у нас была смена контракта. После коррекции мы тоже вот стояли на автозаправке, да, набирали здесь объёмы, объёмы, все объёмы здесь, контракта вчера, позавчера, прошлой недели, все здесь. Из них вышли вниз, соответственно, по доллар-иене мы вышли вверх, потому что здесь противоположный график. И давайте сейчас посмотрим на, непосредственно на Форексе. Я очень ждала, что цена пробьёт вот этот уровень, и мы закрепимся выше. Всё, мы закрепились, закрепились выше 114. Пока стоим на месте, но вот такое вот закрепление. Вполне вероятно, что будет хороший выстрел наверх в ближайшее время, потому что объёма поднакопили здесь немерено. Сейчас я вам расскажу основную идею, кто забыл или кто не видел. Смотрите, это недельный таймфрейм, это доллар-иена, недельный таймфрейм. Посмотрите, значит, выше уровня 115 цена не была с, ну, можно сказать, с декабря, даже вот с 2016, был здесь выход наверх, а так вообще даже с 2015 года. Цена не была выше 115. Долго мы вот здесь вот ходили в этом диапазоне, и сейчас, смотрите, у нас нарисовался вот такой хороший импульс, в общем-то, хорошее движение. Мы снова подошли к этому уровню и прям усиленно пытаемся его пробить. И всё смотрится на то, что прям пробьётся классно. Поэтому, так сейчас, вот давайте, D1. Значит, вот здесь вот у нас был классный баланс, потом мы ушли выше, вот на 115.50, не смогли закрепиться, подкорректировались, подкорректировались, сильно не упали, вот, поднабрали, вот здесь смена контракта прошла, поднабрали топливо, и сейчас снова цена начинает расти. Поэтому доллар-иена однозначный, бай-приоритет у меня среднесрочный. По D1, по недельному таймфрейму, жду, в общем-то, уровни 118, а то и 120. Вот, в принципе, ну, не сказать, что в ближайшее время, да, потому что долгая реализация, но вот вполне вот эти уровни, мы там не были 5-6 лет, и мы сейчас можем туда вот снова направиться, снова пойти, а то и даже куда-то на 127. Вот, поэтому доллар-иена, основной бай-сценарий в работе, особенно сейчас, когда мы закрепились выше 114, вот, то есть вот можно пробовать даже присоединяться по текущим ценам, стопы поставить куда-нибудь 113,80, 113,70 поставить стопы, это стоп порядка там 40-50 пунктов будет, но у вас потенциал может быть там чуть ли не 1 к 10, если среднесрочно, да, вот будете держать, сможете там, не знаю, месяц или сколько выдержать. Смотрите, сейчас тоже вот мы в балансе, единственное, меня смущает, что, значит, евро, фунт, золото, везде бай-приоритет, все у нас там растет, да, то есть как бы доллар должен падать, соответственно, а здесь вот доллар-иена тоже растет, вот это немножечко меня смущает, ну, вот здесь, значит, падение иены, да, все-таки сильнее, чем падение доллара, поэтому вот доллар-иена, она может расти, поэтому вот такое вот видение, уровень отмены у меня 1, 113,70, вот уровень отмены покупок, сейчас в моменте, пока мы выше, 113,70, я вот прям только за бай, и очень классный потенциал, вот можно прям конкретно рискнуть, попробовать, посмотреть, потому что очень сильный сигнал именно со старшего таймфрейма, это очень редко, это очень редко, когда сигнал, реальность недельного таймфрейма, вот, понятно, что долгая реализация, но сила прям максимальная, вот все смотрится, ну, прям идеально для того, чтобы уйти на 118, вот, понятно, что может произойти все, что угодно, сценарий может отмениться, да, не хватит сил, чего-то еще, вот, какие-то новости могут выйти, но вот технически, картинка просто идеальная, просто идеальная, грех не воспользоваться, просто вот купите, хотя бы там, я не знаю, 0.1, 0.2, и держите, да, чтобы вас эти деньги не, как бы, беспокоили, потом закройте там 500 тысяч долларов, будете, будете рады, при минимальных каких-то рисках. Хочу вам еще показать сделку, которая вот у меня открыта на реальном счете, во маркете, то, что вот я вам озвучивала идею, да, по доллар-иене, у меня вот покупки здесь висят по 113.50, и потенциал, в общем-то, я жду достаточно большой, я бы даже, наверное, поставила куда-нибудь на 118 профит, вот, так, попробовать свою выдержку, свое, здесь уже профит порядка 11 тысяч, вот, там 11-12 тысяч сегодня было, проверить вот реально свое терпение, выдержку, и попробовать поторговать, так, в качестве эксперимента, недельный таймфрейм, потому что, если дойдем вот до 118, куда я жду, прибыль будет в районе 80 тысяч долларов, вот, поэтому, интересная здесь картинка, да, я вот подробно объясняю в каждом обзоре, свое видение по доллар-иене, и классный потенциал, технически все просто идеально, на дневном, на недельном, на аж 4, в общем, на всех таймфреймах, вот, поэтому, ну, вот эту сделку буду держать, буду ее беречь, вот она у меня в работе, она у меня уже, в общем-то, тут без убытки, вот, в районе даже, в принципе, можно стоп поставить и повыше, куда-нибудь, 113.70, потому что, ниже, если уйдут, это будет не очень хороший знак в моменте, вот, поэтому, стоп у меня уже в плюсе, 113.70, вот, ну, ладно, пускай 113.60 будет, и, в общем-то, цели, ну, дай бог дождаться 116, а потом 118, то есть цели вот такие вот, ну, и вот, буду держать, проверять себя, вот она у меня 13 декабря была открыта, эта сделка, вот, реальный счет, здесь вот у меня видно слева, что это реальный счет, так что тренируем выдержку вместе с вами, вот, в принципе, наверное, все, ну, по индексам, наверное, не буду пока ничего говорить, индексы здесь на новостях тоже летают, какой-то сильный вот уровень, есть сопротивление, вот, если на сдак брать, какой-то прям сильный уровень, выше которого уйти не можем, ну, если пробьем его, то, вот, думаю, полетим хорошо, то есть, вот этот текущий уровень, 1,16470, вот этот очень сильный уровень сопротивления, если его пробьем, то полетим наверх еще, вполне возможно, что на обновление, вот, экстремумов года, вообще, исторических, поэтому, вот этот уровень, обращайте на него внимание, если торгуете индексы, там, в принципе, и по S&P похожая картинка, да, и по S&P похожая картинка, но вот по NASDAQ, там она более такая, видите, видимо, какой четкий вот этот уровень, выше которого цена пока не может пробиться, но если пробьется, то там реально потенциал очень классный, вот, в принципе, все рассказала, как бы, если есть какие-то вопросы, задавайте, вот, видение вот такое, среднесрочное, на M1, как видите, очень много паттернов, очень классно торгуются, вот, на M1, прям, для скальпинга сегодня очень много точек, так, ну все, целуемся, обнимаемся, всем счастливо, все, до встречи, пока-пока.